Вторая книга царств. Глава первая. По смерти Саула, когда Давид возвратился от поражения Маликитян и пробыл в Секилайге два дня, вот на третий день приходит человек из стана Саулова, одежда нем разодрана и прах на голове его. Придя к Давиду, он пал на землю и поклонился ему. И сказал ему Давид, откуда ты пришел? И сказал тот, я убежал из стана израильского. И сказал ему Давид, что произошло, расскажи мне. И тот сказал, народ побежал со сражения, и множество из народа пало и умерло, и умерли и Саул, и сын его Ионафан. И сказал Давид отроку, рассказывавшему ему, как ты знаешь, что Саул и сын его Ионафан умерли? И сказал отрок, рассказывавший ему, я случайно пришел на гору Гилвуйскую. И вот Саул пал на свое копье, колесницы же и всадники настигали его. Тогда он оглянулся назад и, увидев меня, позвал меня. И я сказал, вот я, он сказал мне, кто ты? И я сказал ему, я Маликитянин. Тогда он сказал мне, подойди ко мне и убей меня, ибо тоска смертная объяла меня, душа моя все еще во мне. Я подошел к нему и убил его, ибо знал, что он не будет жив после своего падения. И взял я царский венец, бывший на голове его, и запястья, бывшие на руке его, и принес их господину моему сюда. Тогда схватил Давид одежды свои и разодрал их. Также все люди, бывшие с ним, разодрали одежды свои, и рыдали, и плакали, и постились до вечера о Сауле и о сыне его Ионафане, и о народе Господнем, и о доме Израилевом, что пали они от меча. И сказал Давид отроку, рассказывавшему, ему, откуда ты? И сказал он, я сын пришельца, амаликитянина. Тогда Давид сказал ему, как не побоялся ты поднять руку, чтобы убить помазанника Господня? И призвал Давида одного из отроков и сказал ему, пойди, подойди, убей его. И тот убил его, и он умер. И сказал к нему Давид, кровь твоя на голове твоей, ибо твои уста свидетельствовали на тебя, когда ты говорил, я убил помазанника Господня. И оплакал Давид Саула и сына его Ионафана, сею плачевную песню. И повелел научить сынов Иудинных Луку, как написано в книге праведного, и сказал, краса твоя, вы Израиль, поражена на высотах твоих, как пали сильные. Не рассказывайте в Гефе, не возвещайте на улицах Аскалона, чтобы не радовались дочери филистимлян, чтобы не торжествовали дочери необрезанных. Горы Гилвуйские, да не сойдет ни роса, ни дождь на вас, и да не будет на вас полей с плодами, ибо там повержен щит сильных. Без крови раненых, без стука сильных, Лук Ионафана не возвращался назад, и меч Саула не возвращался даром. Саул и Ионафан, любезные и согласные в жизни своей, не разлучились и в смерти своей. Быстрее орлов, сильнее львов они были. Дочери израильские, плачьте о Сауле, который одевал вас в багреницу с украшениями и доставлял на одежды ваши золотые уборы. Как пали сильные на брани, сражен Ионафан на высотах твоих. Скорблю я тебе, брат мой Ионафан, ты был дорог очень для меня. Любовь твоя была для меня превыше любви женской. Как палец сильная, погибло оружие бранное. Вторая царств, глава вторая. После сего Давид вопросил Господа, говоря, идти ли мне в какой-либо из городов Иудины? И сказал ему Господь, иди. И сказал Давид, куда идти? И сказал он, в Хеврон. И пошел туда Давид и обе жены его, Ахинаама, изрелитянка, и Абигея, бывшей женой Навала, кармелитянка. И людей, бывших с ним, привел Давид каждого с семейством его, и поселились в городе Хевроне. И прижли мужи Иудины и помазали там Давида на царство над домом Иудиным. И донесли Давиду, что жители Явиса Галацкого погребли Саула. И отправил Давид послов к жителям Явиса Галацкого сказать им, благословенны вы у Господа за то, что оказали ему милость господину своему Саулу, помазаннику Господню. И погребли его и Анафана, сына его. И ныне да воздаст вам Господь милостью и истинною. И я сделаю вам благодеяние за то, что вы это сделали. Ныне да укрепятся руки ваши, и будьте мужественны, ибо Господин ваш Саул умер, а меня помазал дома Иудин царем над собою. Но Авенир, сын Ниров, начальник войска Саулова, взял Иавасфея, сына Саулова, и привел его в Маханаим. И воцарил его над Галаадом, и Ашуром, и Изриелем, и Ефремом, и Вениамином, и над всем Израилем. Сорок лет было Иавасфею, сыну Саулу, когда он воцарился над Израилем и царствовал два года. Только дом Иудин остался с Давидом. Всего времени, в которое Давид царствовал в Хевроне над домом Иудина, было семь лет и шесть месяцев. И вышел Авенир, сын Ниров, и слуги Ивасфея, сына Саулова, из Маханаима в Гаваон. И вышел Иав, сын Саруи, со слугами Давида, и встретились у Гаваонского пруда. И засеяли те на одной стороне пруда, а эти на другой стороне пруда. И сказал Авенир Иаву, пусть станут юноши, поиграют перед нами. И сказал Иав, пусть станут. И стали и пошли с часом двенадцать венемитян со стороны Ивасфея, сына Саулова, и двенадцать из слуг Давидовых. Они схватили друг друга за голову, вонзили меч один другому в бок и пали вместе. И было названо это место Хелкаф-Кацурим, что в Гавоне. И произошло в тот день жесточайшее сражение, и Авенир с людьми израильскими был поражен слугами Давида. И были там три сына Саруи, Иав и Авеса и Асаил. Асаил же был легок на ноги, как серно в поле. И погнался Асаил за Авениром и преследовал его, не уклоняясь ни направо, ни налево от следов Авениры. И оглянулся Авенир назад и сказал, ты ли это, Асаил? То сказал я. И сказал ему Авенир, уклонись направо или налево, и выбери себе одного из отроков, и возьми себе его вооружение. Но Асаил не хотел отстать от него. И повторил Авенир еще говоря, Асаил, отстань от меня, чтобы я не поверг тебя на землю. Тогда с каким лицом явлюсь я к Иаву, брату твоему? И где это бывает? Возвратись к брату твоему Иаву. Но тот не захотел отстать. Тогда Авенир поворотил копье, поразил его в живот. Копье прошло насквозь его, и он упал там же, и умер на месте. Все, проходившие через то место, где пал и умер, Асаил останавливались. И преследовали Иаву, и Авеса, и Авенира. Солнце разошло, когда они пришли к холму Амма, что против Геаха, на дороге к пустыне Гаваонской. И собрались винеметяне вокруг Авенира, и составили одно ополчение, и стали на вершине одного холма. И возвал Авенир к Иаву, и сказал, «Вечно ли будет пожирать меч? Или ты не знаешь, что последствия будут горестные? И доколе ты не скажешь людям, чтобы они перестали преследовать братьев своих?» И сказал Яаву, «Жив Бог, если бы ты не говорил иначе, то еще утром перестали бы люди преследовать братьев своих!» И затрубил Яав трубой, и остановился весь народ, и не преследовали более израильтян, сражение прекратилось. А Венир же и люди его шли равнинами всю ту ночь, и перешли Ордан, и прошли весь Бетрон, и пришли в Маханаим. И возвратился Яава, предследование Вениры, и собрал весь народ, и не доставало из слуг Давидовых девятнадцати человек, кроме Асаила. Слуги же Давидова поразили винеметян и людей Авенировых, пало их триста шестьдесят человек, и взяли Асаила и похоронили его во гробе отца его, что в Вифлееме. И я уже с людьми своими шел всю ночь, и на рассвете прибыл в Хеврон. Вторая царств, третья глава. И была продолжительная расприяна между домом Сауловым и домом Давидовым. Давид все более и более усиливался, а дом Саулов более и более ослабевал. И родились у Давида шесть сыновей в Хевроне. Первенец его был Амнон от Ахинаама из жилетянки, а второй сын его Далуия от Авигеи, бывшей жены Навала кармелетянки. Третья Весолом, сын Маахи, дочери Фалмая, царя Гесурского. Четвертый Адония, сын Агифы. Пятый Сафатия, сын Авитала. Шестой Еферам от Эглы, жены Давидовой. Они родились у Давида в Хевроне. Тогда была распри между домом Саула и домом Давида. То Авенир поддерживал дом Саула. У Саула была наложница по имени Рицпа, дочь Айя. И вошел к ней Авенир. И сказал Ивасфея Авениру, зачем ты вошел к наложнице отца моего? Авенир же сильно разгневался на слова Ивасфея и сказал, разве я собачья голова? Я против Иуда оказал ныне милость дому Саула отца твоего, братьям его и друзьям его. И не предал тебя в руки Давида, а ты взыжскивешь ныне на мне грех из-за женщины. То и то пусть сделает Бог Авениру, и еще больше сделает ему. Как клялся Господь Давиду, так и сделаю ему в сей день. Отниму царство от дома Саулова и поставлю престол Давида над Израилем и над Иудою, а да над Аверсавием. И не мог Ивасфея возразить Авениру, ибо боялся его. И послал Авениру от себя послов к Давиду в Хеврон, где он находился, сказать, чья это земля? Еще сказать, заключи союз со мной, и рука моя будет с тобой, чтобы обратить к тебе весь народ израильский. И сказал Давид, хорошо, я запрещу союз с тобой, только прошу тебя об одном. Именно, ты не увидишь лица моего, если не приведешь с собой Мелхолы, дочери Саула, когда придешь увидеться со мною. И отправил Давид послов к Ивасфею, сыну Саулову, сказать, отдай жену мою, Мелхолу, которую я получил за сто краеобрезаний филистинских. И послал Ивасфею, и взял ее от мужа, от Фалтия, сына Лаишева. И пошел с ней и муж ее, и с плащем провожал ее до Бахурима. Но Авенир сказал ему, ступай назад. И он возвратился. И обратился Авенир к старейшинам израильским, говоря, И вчера и третьего дня вы желали, чтобы Давид был царем над вами. Теперь сделайте это, ибо Господь сказал Давиду, «Рукою раба моего Давида я спасу народ мой Израиля от руки филистинлян, от руки всех врагов его». То же говорил Авенир и Вениамитянам. И пошел Авенир в Хеврон, чтобы пересказать Давиду все, что желали Израиль и весь дом Вениаминов. И пришел Авенир к Давиду в Хеврон, и с ним двадцать человек. И сделал Давид пир для Авенира и людей, бывших с ним. И сказал Авенир Давиду, «Я встану и пойду и соберу господину моему царю весь народ Израильский. И они вступят в завет с тобой, и будешь старствовать над всеми, как желает душа твоя». И отпустил Давида Венира, и он ушел с миром. И вот слуги Давидова с Иавом пришли из похода и привезли с собой много добычи. Но Авенира уже не было с Давидом в Хевроне, ибо Давид отпустил Иави, и он ушел с миром. Когда Иав и все войско его, ходившие с ним, пришли, то Иаву рассказали, приходил Авенир, сын Ниров, к царю. И тот отпустил его, и он ушел с миром. И пришел Иав к царю и сказал, «Что ты сделал? Вот, приходил к тебе Авенир, зачем ты отпустил его, и он ушел? Ты знаешь Авенира, сына Нирова. Он приходил обмануть тебя, узнать выходы твои, вход твой, и разведать все, что ты делаешь». И вышел Иав от Давида и послал гонцов вслед за Авениром. И возвратили они его от колодеза Сирра, без ведома Давида. Когда Авенир возвратился в Хеврон, то Иава отвел его внутрь ворот, как будто для того, чтобы поговорить с ним тайно, и там поразил его в живот. И умер Авенир за кровь Асаила, брата Иавова. И услышал после Давида об этом и сказал, «Невинен я и царство мое вовек перед Господом в крови Авенира, сына Нирова. Пусть падет она на голову Иава и на весь дом его, отца его. Пусть никогда не останется дом Иава без семенаточивого, или прокаженного, или опирающегося на посох, или падающего от меча, или нуждающегося в хлебе». Иава же и брат его Авеса убили Авенира за то, что он умертвил брата их, Асаила, в сражении у Гаваона. И сказал Давид Иаву и всем людям, бывшим с ним, «Разделите одежды ваши и оденьтесь во вретящие плащи над Авениром». И царь Давид шел за гробом его. Когда погребали Авенира в Хевроне, то царь громко плакал над гробом Авенира, плакал и весь народ. И оплакал царь Авенира, говоря, «Смертью ли подлого умирать Авениру?» «Руки твои не были связаны, и ноги твои не в оковах, и ты пал, как падает от разбойников». И весь народ стал еще более плакать над ним. И пришел весь народ предложить Давиду хлеба, когда еще продолжался день. Но Давид поклялся, говоря, «То и то пусть сделает со мной Бог, и еще больше сделает, если я до захождения солнца вкушу хлеба или чего-нибудь». И весь народ узнал это, и понравилось ему это, как и все, что делал царь. Нравилось всему народу. И узнал весь народ и весь Израиль в тот день, что не от царя произошло умершление Авенира, сына Нирова. И сказал царь слугам своим, «Знаете ли, что вождь и великий муж пал в этот день в Израиле? Я теперь еще слаб, хотя и помазан на царство. А эти люди, сыновья Соруи, сильнее меня. Пусть же воздаст Господь делающими злое по злобе его». Вторая царство, глава четвертая. И услышал Явостфея, сын Саулов, что умер Авенир в Хевроне. И опустились руки его, и весь Израиль смутился. У Явостфея, сына Саулова, два было предводителя войска. Имя одного Баана и имя другого Рихав, сыновья Римона, Беера Финианина. От потомков Вениаминовых, ибо Бееров причислялся к Вениамину. И убежали Берафяне в Фаим, и остались там пришельцами до сего дня. У Янофана, сына Саула, был сын Хромой. Пять лет было ему, когда пришло известие о Сауле и Янофане из Израиля. И нянька, взяв его, побежала. И когда она бежала поспешно, то он упал и взялся Хромым. Имя его Мемфивасфей. И пошли сыны Римона, Бера Фианина, Рихав и Баана, и пришли в самый жар дня к дому Явостфея. А он спал на постели в полдень. А привратник дома, ощущавший пшеницу, задремал и уснул. И Рихав и Баана, братья его, вошли внутрь дома, как бы для того, чтобы взять пшеницу, и поразили его в живот, и убежали. Когда они вошли в дом, Явостфей лежал на постели своей, в спальной комнате своей. И они поразили его, и умертвили его, и отрубили голову его, и взяли голову его с собой, и шли пустыненной дорогой всю ночь. И принесли голову Явостфея к Давиду, Хеврону. И сказали царю, вот голова Явостфея, сына Саула, врага твоего, который искал души твоей. Ныне Господь отомстил за господина моего, царя Саулу, врагу твоему и потомство его. И отвечал Давид Рихава и Баане, брата его, сыновьям Римона, Берафянина. И сказал им, жив Господь, избавивший душу мою от всякой скорби. Если того, кто принес мне известие, сказав, вот умер Саул Иоаннафан, и кто считал себя радостным вестником, и я схватил и убил его в Секелаге, вместо того, чтобы дать ему награду, то теперь, когда негодные люди убили человека невинного, в его доме, на постели его, неужели я не взыщу крови его от руки вашей и не истреблю вас с земли? И приказал Давид слугам, и убили их. И отрубили им руки и ноги, и повесили их над прудом в Хевроне. А голову Явостфея взяли и погребли во гробе Авенира в Хевроне. Вторая царств, пятая глава. И пришли все к колено Израилеву к Давиду в Хеврон, и сказали, вот мы, кости твои, плоть твоя. Еще вчера, и третьего дня, когда Саул царствовал над нами, ты выходил, выводил и вводил Израиля, и сказал Господь тебе, ты будешь спасти народ мой Израиля, и ты будешь вождем Израиля. И пришли все старейшины Израиля к царю в Хеврон, и заключил с ним царь Давид совет в Хевроне перед Господом. И помазали Давида в царя над всем Израилем. Тридцать лет было Давиду, когда он воссорился и царствовал сорок лет. В Хевроне царствовал над Иудою семь лет и шесть месяцев. И в Иерусалиме царствовал тридцать три года над всем Израилем и Иудою. И пошел царь и люди его на Иерусалим против Иевусеев, жителей той страны. Но они говорили Давиду, ты не войдешь сюда, тебя отгонят слепые хромые. Это значило, не войдет сюда Давид. Но Давид взял крепость Сион, это город Давидов. И сказал Давид в тот день, всякие убивая его Исеев, пусть поражают копьем и хромых, и слепых, ненавидящих душу Давида. Посему и говорится, слепой и хромой не войдет в дом Господень. И поселился Давид в крепости и назвал его городом Давида и обустроил его кругом от милы и внутри. И преуспевал Давид и возвышался, и Господь Бог Саваоф был с ним. И прислал херам царь Тирский, и послов к Давиду, и кедровые деревья, и плотников, и каменщиков, и они построили дом Давиду. И уразумел Давид, что Господь утвердил его царем над Израилем, и что возвысил царство его ради народа своего Израиля. И взял Давид еще на ложнице и жену Иерусалима, после того, как пришел из Хеврона. И родились еще у Давида сыновья и дочери. И вот имена родившихся у него в Иерусалиме. Иерусалимаф или Афав. Когда филистимляне услышали, что Давида помазали на царство над Израилем, то поднялись все филистимляне искать Давида. И услышал Давид и пошел в крепость. А филистимляне пришли и расположились в долине Рифаим. И попросил Давид Господа, говоря, идти ли мне против филистимлян, предаш ли их в руки мои? И сказал Господь Давиду, иди, ибо я предам филистимлян в руки твои. И пошел Давид в Аал-Пиратсим, и поразил их там. И сказал Давид, Господь разнес врагов моих передо мной, как разносит вода. Посему и место тому дано имя Ваал-Пиратсим. И оставили там филистимляне и стуканов своих, а Давид с людьми своими взял их и велел сжечь их в огне. И пришли опять филистимляне и расположились в долине Рифаим. И попросил Давид Господа, идти ли мне против филистимлян, и предаш ли их в руки мои? И он отвечал ему, не выходи навстречу им, а зайди им с тыла и иди к ним со стороны Тутовой рощи. И когда услышишь шум, как бы идущего по вершинам тутовых деревьев, то двинься. Ибо тогда пошел Господь перед тобою, чтобы поразить войско филистимское. И сделал Давид, как повелел ему Господь, и поразил филистимлян от Гавайи до Газора. И собрал снова Давид всех отборных людей из Израиля, тридцать тысяч. И встал, и пошел Давид и весь народ, бывший с ним, из Ваала и Удина, чтобы перенести туда ковчег Божий, на котором нарицается имя Господа Саваофа, сидящего на Херувимах. И поставили ковчег Божий на новую колесницу, и вывезли ее из дома Минадава, что на холме. Сыновья же Минадава, Озо и Ахио, вели новую колесницу. И повезли ее с ковчегом Божиим из дома Минадава, что на холме. И Ахио шел перед ковчегом Господним. А Давид и все сыны Израилева играли перед Господом на всяких музыкальных орудиях из кипарисового дерева, и на сытрах, и на псалтирях, и на тимпанах, и на систрах, и на кимвалах. И когда дошли до гумна-нахонова, Озо простер руку свою к ковчегу Божию, чтобы придержать его, и взялся за него, ибо валы наклонили его. Но Господь прогневался на Озо и поразил его Бог на там же задерзновение, и умер он там у ковчега Божия. И опечалился Давид, что Господь поразил Озо. Место сие до ныне называется поражением Озо. И устрашился Давид в тот день Господа, и сказал, «Как войти ко мне к ковчегу Господню?» И не захотел Давид везти ковчег Господень к себе в город Давидов, а обратил его в дом Авидара Гефианина. И оставался ковчег Господень в доме Авидара Гефианина три месяца, и благословил Господь Авидара и весь дом его. Когда донесли царю Давиду, говоря, Господь благословил дом Авидара и все, что было у него ради ковчега Божия, то пошел Давид и с торжеством перенес ковчег Божий из дома Авидара в город Давидов. И когда несшие ковчег Господень проходили по шести шагов, он приносил в жертву терца и овна. Давид скакал из всей силы перед Господом, а держа был Давид в льняной ефот. Так Давид и весь дом Израиля внесли ковчег Господень с восклицаниями и трубными звуками. Когда входил ковчег Господень в город Давидов, в мелхола дочь Саула смотрела в окно, и, увидев царя Давида скачущего и пляшущего перед Господом, унищежило его в сердце своем. И принесли ковчег Господень, и поставили его на своем месте посреди Скинии, которую устроил для него Давид. И принес Давид все сожжения перед Господом и жертвы мирные. Когда Давид окончил приношение все сожжения и жертвы мирных, то благословил он народ именем Господа Саваофа. И раздал всему народу, всему множеству из ритяна, отданное даже до Версавии, как мужчинам, так и женщинам, по одному хлебу и по куску жареного мяса, и по одной лепешке каждому, и пошел весь народ, каждый в дом свой. Когда Давид возвратился, чтобы благословить дом свой, то мелхола дочь Саула вышла к нему навстречу, и приветствовала его, и сказала, «Как отличился сегодня царь Израилев, обнажившись сегодня перед глазами рабынь рабов своих, как обнажается какой-нибудь пустой человек!» И сказал Давид Милхоле, «Перед Господом плясать буду, и благословен Господь, который предпочел меня отцу твоему и всему дому его, утвердив меня вождем народа Господня Израиля, перед Господом играть и плясать буду, и я еще больше уничижусь, и сделаюсь еще ничтожнее в глазах моих, и перед служанками, о которых ты говоришь, я буду славен». И у Милхолы дочери Сауловы не было детей до дня смерти ее. Вторая царство, седьмая глава. Когда царь жил в доме своем, и Господь успокоил его от всех окрестных врагов его, тогда сказал царь пророку Нафану, «Вот, я живу в доме кедровом, а ковчег Божий находится под шатром». И сказал Нафан царю, «Все, что у тебя на сердце, иди, делай, ибо Господь с тобою». Но в ту же ночь было слово Господа к Нафану, «Пойди, скажи рабу моему Давиду, так говорит Господь, ты ли построишь мне дом для моего обитания?» Когда я не жил в доме с того времени, как вывел сынов израилевых из Египта и до сего дня, но переходил в шатре и в скинии, где я не ходил со всеми сынами израилевыми, говорил ли я хотя слово каком-либо из колен, которому я назначил пасти народ мой Израиля, почему не построите мне кедрового дома? И теперь так скажи рабу моему Давиду, «Так говорит Господь Саваоф, я взял тебя от стада овес, чтобы ты был вождем народа моего Израиля, и был с тобою везде, куда ни ходил ты, и истребил всех врагов твоих перед лицом твоим, и сделал имя твое великим, как имя великих на земле. И я устрою место для народа моего, для Израиля, и укореню его, и будет он спокойно жить на месте своем, и не будет тревожиться больше, и люди нечестивые не станут более теснить его, как прежде. С того времени, как я поставил судьей над народом моим, Израилем, я успокою тебя от всех врагов моих, и Господь возвещает тебе, что Он устроит тебе дом. Когда же исполнятся дни твои, и ты почидаешь с отцами твоими, то я восставлю после тебя семя твое, которое произойдет из чресла твоих, и упрощу царство его. Он построит дом имени моему, и я утвержу престол царства его навеки. Я буду ему отцом, и он будет мне сыном. Если он согрешит, я накажу его жезлом мужей и ударами сынов человеческих. Но милости моей не отниму от него, как я отнял от Саула, которого я отверг перед лицом твоим. И будет непоколебим дом твой и царство твое навеки перед лицом моим, и престол твой устоит вовеки. Все эти слова и все эти видения Нафан пересказал Давиду. И пошел царь Давид и предстал перед лицом Господа, и сказал, Кто я, Господи мой, Господи? И что такое дом мой, что ты меня так возвеличил? И этого еще мало показалось в очах твоих, Господи мой, Господи. Но ты возвестил еще о доме раба твоего вдаль. Это уже по-человечески, Господи мой, Господи. Что еще может сказать тебе Давид? Ты знаешь раба твоего, Господи мой, Господи. Ради слова твоего и по сердцу твоему ты делаешь это, открывая все это великое рабу твоему. По всему велик ты, Господи мой, Господи. Ибо нет подобного тебе и нет Бога, кроме тебя, по всему, что слышали мы своими ушами. И кто подобен народу твоему, Израилю, единственному народу на земле, для которого приходил Бог, чтобы приобрести его себе в народ и прославить свое имя, и совершить великое и страшное перед народами твоими, которые ты приобрел себе от египтян и знав народы и богов их. И ты укрепил за собой народ твой Израиля, как собственный народ на веки, и ты, Господи, сделался его Богом. И ныне, Господи Боже, утверди на веки слово, которое изрек ты о рабе твоем и о доме его, и исполни то, что ты изрек. И да возвеличится имя твое вовеки, чтобы говорили, Господь Саваоф, Бог над Израилем. И дом раба твоего, Давида, да будет тверд перед лицом твоим. Так как ты, Господи, Саваоф, Божий Израилев, открыл рабу твоему, говоря, устрою тебе дом, то раб твой уготовал сердце свое, чтобы умолиться тебе такую молитвою. Итак, Господи, мой Господи, ты Бог, и слова твои непреложны, и ты возвестил рабу твоему такое благо. И ныне начни и благослови дом раба твоего, чтобы он был вечно перед лицом твоим. Ибо ты, Господи, мой Господи, возвестил это, и благословением твоим соделается дом раба твоего благословенным, чтобы быть ему перед тобою вовеки. Вторая царство, восьмая глава. После всего Давид поразил филистимлян и смирил их. И взял Давид Мефе Гама из рук филистимлян, и поразил мавитян, смирил их веревкой, положив их на землю, и отмерил две веревки на умершление, а одну веревку на оставление в живых. И сделали с мавитяне у Давида рабами, платящими дань. И поразил Давид Адрозара, сына Рихового, царя Супского, когда тот шел, чтобы восстановить свое владычество при реке Ефрате. И взял Давид у него тысячи семьсот всадников и двадцать тысяч человек пеших. И подрезал Давид жилу у всех коней колесничных, оставил себе из них для ста колесниц. И пришли сирийцы Дамаски на помощь Адрозару, сыну царю Супскому. Но Давид поразил двадцать две тысячи человек сирийцев. И поставил Давид охранные войска в Сирии и Дамасской. И стали сирийцы у Давида рабами, платящими дань. И хранил Господь Давида везде, куда он ни ходил. И взял Давид золотые щиты, которые были у рабов Адрозара, и принес их в Иерусалим. Их взял потом Сусаким, царь египетский, во время нашествия своего на Иерусалим, во дне Равама, сына Соломонова. А в Бефе и Берофе, городах Адрозаровых, взял царь Давид весьма много меди, из которой Соломон устроил медное море, и столбы, и умывальницы, и все сосуды. И услышал Фой, царь Имафа, что Давид поразил все войска Адрозарова. И послал Фой и Арама, сына своего, к царю Давиду, приветствовать его и благодарить его за то, что он воевал с Адрозаром и поразил его. Ибо Адрозар вел войну с Фоем. В руках же и Арама были сосуды серебряные, золотые и медные. Их также посвятил царь Давид Господу, вместе с серебром и золотом, которое посвятил изотнитого у всех покоренных им народов. У сирийцев и мобитян, и аммонитян, ферестемлян и морикитян, и изотнитого от Адрозара, сына Рехова, царя Сувского. И сделал Давид себе имя, возвращаясь с поражения 18 тысяч сирийцев в долине Солиной. И поставил он охранные войска в Едумее, во всей Едумее. И поставил охранные войска, и все Едумеяне были рабами Давида, и хранил Господь Давида везде, куда бы он ни ходил. И царствовал Давид над всем Израилем, и творил Давид суд и правду над всем народом своим. И Авжа, сын Саруи, был начальником войска, и Асафат, сын Ахилуда, дееписателем. Садок, сын Ахитова, Ахимелех, сын Авиафара, священниками, стирая писцом. И Ванея, сын Иадая, начальником над Хилифеями и Филифеями. И сыновья Давида первыми при дворе. Вторая царств, глава девятая. И сказал Давид, не остался ли еще кто-нибудь из дома Саулова, и оказал бы ему милость ради Иоаннафана. В доме Саула был раб по имени Сива. И позвали его к Давиду, и сказал ему царь, ты ли Сива? И тот сказал, я раб твой. И сказал царь, нет ли еще кого-нибудь из дома Саулова? Я оказал бы ему милость Божию. И сказал Сива царю, есть сын Иоаннафана хромой ногами. И сказал ему царь, где он? И сказал Сива царю, вот он в доме Махира, сына Амиелова в Ладиваре. И послал царь Давид, и взяли его из дома Махира, сына Амиелова из Ладивара. И пришел Мимфивосфей, сын Иоаннафана, сына Саулова к Давиду, и пал на лицо свое, и поклонился царю. И сказал Давид, Мимфивосфей, и сказал тот, вот раб твой. И сказал ему Давид, не бойся, я окажу тебе милость ради отца твоего Иоаннафана, и возвращу тебе все поля Саула, отца твоего, и ты всегда будешь есть хлеб за моим столом. И поклонился Мимфивосфей и сказал, что такое раб твой, что ты призрел на такого мертвого пса, как я. И призвал царь Сиву, слугу Саула, и сказал ему, все, что принадлежало Саулу и всему дому его, я отдаю сыну господину твоего. Итак, обрабатывай для него землю, ты, сыновья твои и рабы твои, и доставляй плоды ее, чтобы у сына господина твоего был хлеб и для пропитания. Мимфивосфей же, сын господина твоего, всегда будет есть за моим столом. У Сивы было пятнадцать сыновей и двадцать рабов. И сказал Сиву царю, все, что приказывает господин мой царь рабу твоему, исполнит раб твой. Мимфивосфей же за столом Давида, как один, и сыновей царя ел. У Мимфивосфея был малолетний сын по имени Миха. Все, живущие в долине Сивы, были рабами Мимфивосфея. И жил Мимфивосфей в Иерусалиме, ибо он ел всегда за царским столом. И был хром на обе ноги. Спустя несколько времени умер царь Амманицкий. Воцарился вместо него сын его Аннон. И сказал Давид, окажу я милость Аннону, сыну Наасову, за благодеяние, которое оказал мне отец его. И послал Давид слуг своих утешить Аннона об отце его. И пришли слуги Давидову в землю Амманицкую. Но князьям Амманицкие сказали Аннону, господину своему. Неужели ты думаешь, что Давид из уважения к отцу твоему прислал к тебе утешителей? Не для того ли? Чтобы осмотреть город и высмотреть в нем. И после разрушить его прислал Давид слуг своих. Тебе. И взял Аннон слуг Давидовых и обрил каждому из них половину бороды. И обрезал одежды их наполовину, дочересал и отпустил их. Когда нанесли об этом Давиду, то он послал к ним навстречу, так как они были очень бесчищены. И велел царь сказать им, оставайтесь в Ерехоне, пока отрастут бороды ваши, и тогда возвратитесь. И увидели манитяне, что они сделали с ненавистами для Давида. И послали манитяне нанять сирийцев, избев Рехова. И сирийцев к Сувы двадцать тысяч пеших. У царя Аммалекитского, Маахи тысяча человек. И из Истова двенадцать тысяч человек. Когда услышал об этом Давид, то послал Иава со всем войском храбрых. И вышли манитяне и расположились в сражении у ворот. А сирийцы, Сувы и Рехова, и Истова, и Маахи, стали отдельно в поле. И увидел Иав, что неприятельские войска было послали против него и спереди, и сзади. И избрал воинов из всех отборных в Израиле и выстроил их против сирийцев. А остальную же часть людей поручила Весе брату своему, чтобы он выстроил их против аммонитян. И сказал Иав, если сирийцы будут одолевать меня, ты поможешь мне. А если аммонитяне тебя будут одолевать, я приду к тебе на помощь. Будь мужествен, и будем стоять твердо за народ наш и за города Бога нашего. А Господь сделает, что ему угодно. И вступил Иав, и народ, который был у него в сражении с сирийцами, и они побежали от него. Аммонитяне же, увидев, что сирийцы бегут, побежали от Авессы и ушли в город. И возвратился Иав, аммонитян, и пришел в Иерусалим. Сирийцы, видя, что они, пораженные израильтянами, собрались вместе. И послал Адраазар и призвал сирийцев, которые за рекою, холомаком. И пришли они и к Еламу. А Савак, военачальник Адраазаров, предводитель Салиме, когда нанесли об этом Давиду, то он собрал всех израильтян и перешел в Иордан и пришел к Еламу. Сирийцы выстрелили против Давида и сразились с ним. И побежали сирийцы от израильтян. Давид истребил у сирийцев 700 колесниц и 40 тысяч всадников. Поразил его и начальника Савака, который там и умер. Когда все цари, покорные Адраазару, увидели, что они поражены израильтянами, то заключили мир с израильтянами и покорились им. А сирийцы боялись более помогать аммонитянам.